Время и события Время и события Раненый ополченец кричит, бросил винтовку из рук, зажимает огромную дыру живота и кричит по салон, превращаясь «Я рыба ученика и родной товарищ земли, я измещение тверди, возмещение и ущерб». Верхнее небо синего лета всем своим стрекотанием напряженно склоняется. Над раскаленным полотном железной дороги, которая мгновенно ускользает от его взгляда под землю и без разрыва продолжается в ней, мгновенно соскальзывает под холодной серой вуглой ватной одеяло алювиальной долины, медленно погружающийся в сон все глубже и глубже в ноябрь все медленнее, заспанный белый погружающийся под снег в сон все углубляющийся все дальше, все незаметнее, медленнее, без единого слова скользя, я сталкиваюсь, постепенно засыпая известью тела в яме, проваливаясь в разрыв, смирить жар, вытопить жир. Это я обращаюсь к вам сквозь посредства огненного стекла и заброшенной вещи, и безраздельного ветра, воющего в щелях, выдуваемого из рая. История — это я, я — это смотрящий, громоздящиеся руины — это я же, здесь вообще только мы, потому что время принадлежит всем, кроме нас, но только мы решаем, откуда его начало, но только мы записываем, когда его смерть, здесь никого, кроме нас, ни одного существа, человека, ни тем более слова, только мы, никого, кроме нас. Но шквальный ветер и пустой дом, но растаявший лед и хищная зимняя соль, но четыре луны, теснящиеся, мычащие перед калиткой, переступающие по снегу, о временах и событиях, наша речь, не различающая ни времен, ни событий. Это было, значит, из сборника «Солнца животных», а теперь, а теперь, а теперь, а теперь, из первого. «Положи, — он пишет, — свою ладонь на мои ладони, пересчитай растерянных. Все прошло. Положа руку на сердце, ответь, не ты ли там был, не тебя ли мы видели, не тебя ли, не ты ли? Пустой рукой проверял, не болеет ли, не горит ли, и говорил, а, ерунда, к утру все пройдет. Все прошло. Пересчитай растерянных, раздели, раздень, вычти. Положи наши ладони лицами кверху и другими лицами на восток. Все прошло. И ты там был, и мы были там». Следующий длинный цикл, который называется, не цикл, да, длинный текст, частями, который называется «Ни деревьев, ни поездов, ни собак». Река, река, река ее. Географическая звуковая карта. Вода речная, пение ее, река реки и звуковое место. Вода, 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 речная, кровь ручных, музыкой льется лед, его идут полки, вперед полощутся, его идут знамена. Подлай свисающих, висящих. Без сна во сне течет вода реки рекой, ее напряжена, запружена, аорта, закупорен сосуд ее скудельный. Волга, а нет, не Волга, мама, да какой там, вы с ума сошли, река реки течет рекой, такая кровь, какая кровь, такая медь. Какой такой щенок сосуд, какая мама, кама, кама, звук. Падает, падает, обрушивается, распадается, распадается, разрушивается, обрушается. Вот, собственно говоря, и все, а ты говоришь река, Волга, Маркшейдер, медь, кровь, кама, оркестр. Медленно лесная пехота, тромб, расшумелись, плакучие ивы. И с трудом произносишь, куда идти никуда-то, куда идти-то кругом на все вокзалы всех городов, одновременно, повсеместно, прибывает вода, ручных, ледоход ликующих, рассекаемых. Это все инерции языка, матросская тишина и небесная вышина, и звезды Кремля. Ну чего, значит, что ли, давай, солдатик, не стесняйся, чего-то тебя уже ничего. Отлетай с горсти и лети, не остановит. Да не бойся ты, небо, над ней тоже уже два пятьдесят един, висит на ней, над ней потолок. По нему блохи чпок, без конца тараканы цок. Некуда, значит, падать вот речка, у речки печка, у печки течка, у течки кама, у камы Волга, и все это ненадолго. Все это заканчивается, все это скоро закончится, всего этого скоро не будет. Все закончится относительно скоро. Мир, как мы его знаем, его звуковое место, скоро уже здесь никого из ни одного. Первая река запоет рекой, и над реками взорвется вторая река, над медленно оседающим в снег добровольцем бескрайным. Как вода прибудет, так всего этого и не станет, только вода прибудет, а этого ничего не будет. Воет воем под ранком невка собачья, понад краем зимы, непривычно короткой, и взмывает фонтаны заорты фонтанного бывшего дома, пустого. Дело в том, что и язык нашего мира, и мир нашего языка, и верные висы наши, и горячие наши сторожевые собаки, все это скоро закончится. Всему этому пора. Вот наш мир, и над ним потолок корок, два пятьдесят блоха, чпок, таракан, цок, скоро ничего из этого здесь не останется, скоро ничего этого не станется, как вода прибудет, так все это исчезнет. Река, 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 вода, урок, река, изюм, цурюк, творог, наш мир, блоха, прыг, прыг, продрог, на потолок, цок-цок. Я хотел объяснить по-настоящему ясно. Я всегда хочу объяснить по-настоящему ясно, и всегда безнадежно запутываю цок-цок. Но еще раз, ничего этого скоро не будет. Ни языка нашего мира, ни мира нашего языка. Мы уже по пояс, и она прибывает. Висы лают. Тром оторвался. Здесь стихотворение с эпиграфом «Сгаля Рымба». Он надевает каску и щит и шепчет огонь. Оно датировано 14 февраля 2014 года. Кто стоит в огне, тот сам станет огнем. Кто сам стал огнем, тому не страшен огонь. Утро, вставай за тех, кто превратился в огонь. Кто на рассвете бросит к твоим ногам. Черные жала, вырванные у смерти. Следующий тоже длинный такой текст с эпиграфом из Майкла Палмера. Можно так назвать. Write this. Пишите так. Конфедерализация, конфискация, перекопка Рыманшлюз. И транскрипция. Ну а как? Он даже туда не собирался. Просто пошел за компанию. Пишет так. И к тебе вдруг цепочка. Змея сквозь воду. И выхватывает соседа. Почему, Сцилла? Ты скогтила его, ни другого. Наполнили тлефт Азака. Остановились. Дальше смотреть. Видеться. Не за что, не за что. Ничего. Пишите так. Почему, Сцилла? Посмотрим, увидимся еще. Сцилла, Сулла, сука, записка, распухающий интеррекс. А ты объявлен уже, предписан. Разъяснили тебя. Пишет так. Остальные стоят. Боятся. И я боюсь. Потому что, вот, блядь, все вы рассчитываете на кого-то вроде меня. 50 килограмм весу. 152,5 росту. Меня разве только на них подкинуть, и я, может, успею в полете. Остальные стоят. Остальные стоят. Остальные стоят. Человек может 500, я не знаю. Пишите так. Ты уже оглашен, вывешен, транскрибирован, транслитерован, раздет. Притворен, освежен, пересказан выпуском новостей. Одного сгубил большой дом. Второго сад возле дома. Третьего теплое купание. Мог ли предположить? Купание, да вообще. А ведь вот же. Пишут так. Оглашен и сбит, выброшен голым. Выпрост он выпущен, как и он, а в предрассветные минус 30. Из прокуренного, простуженного родного, из бессонного, нежелающего остыть коммунального одеяла кухонной темноты. Из газовых сумерек чужого угла, где горбом громоздится, хрипит старуха, бормочет, перхает, голодомор, беломор. Пишут так. Теперь пойду в ополчение. Сколько же это возни с тобой. Да мы всему нашему огромному миру. Тебя раздвинем, продемонстрируем тебя оскорбленному газетному скарбу. Вытащим тебя на свет, аскориду, гниду, заберем тебя, распишем, переговорим. Ополчение тоже. Ну и транскрипция, ну и транслитерация. И врать будем напропалую. Не без того. Микус Петий, кажется, выпускают. Пишите так. Вырублены сады легких вещей, прежде вольно отпущенных. Сожжены дома безучастных. Выхвачен, разглашен, обобран еще один и передан дальше. Он даже туда не собирался. Просто пошел. Остальные стоят. Как остальные стоят. Пишите. Их города стоят на гноящихся перебитых лапах земли. Каждый из них. На раздавленных, шевелящихся людях, не умеющих закричать от боли. Но мы не сумели сжечь их города и не освободили ни одного раздавленного. Мы не стали сжигать их дома со всеми, кто находился там. Мы не стали сжигать их суды со всеми, кто находился там. И мы не освободили ни одного человека. Пишите так. Они сожгли всех нас. Пишите так. Они сожгли всех нас и всех находившихся в нас людей. Пишите. Так они сожгли всех нас и всех находившихся в нас людей. И никто не был освобожден.